А сегодня я хочу вам посоветовать продавца монет на IFA 15 на все платформы, в том числе и в ближайшее время на PlayStation. Низкие цены и быстрая доставка, ссылка в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз и сегодня я буду открывать паки почти на полмиллиона монет. Я думаю, что вы согласны с тем, что сумма довольно-таки солидная и я надеюсь, что сегодня, именно сейчас мне повезет и наконец-таки мне выпадут хорошие, классные, модные футболисты. Ибо я просто дико заебался уже разгребать эти кучи говнища, которые на меня лились из-за прошлых паков. В общем, вы это видели в моих прошлых видео по FIFA. В общем, надеюсь, что сегодня все будет классно и начинаем мы с пака, на котором нарисован Лео Месси. Потому что есть такое поверье, что паки, на которых нарисован сам Лео Месси, эмблема FIFA, между прочим, в них полюбас есть нечто пиздатенькое. Давайте-ка узнаем, так это или нет. И да, вперед, я даже посмотрю всю эту супер-мега пафосную голливудскую заставку. Игнашевич, сука, охуенно. Вот кого-кого, а его я не ждал, если честно. Сережа, красавчик, ты просто лучший. В общем, сами видели, что поверье оказалось полным пиздежом и всего лишь мифом. Я сейчас почувствовал себя тем рыжим усачом из-за передачи Разрушителей Мифов. И давайте-ка я буду через раз открывать пиздатый пах за 25 тысяч монет, между прочим. Да-да-да-да-да-да-да-да, фут юнайтед, ну не зря. Тут, блядь, просто сама судьба распорядилась. У меня чейз юнайтед, это фут юнайтед, ну давай. Все ради меня, все для меня. Я не буду ставить теперь за ставку, потому что... И, блядь, я... Ну, субботич нормальный защ, но мне он, в принципе... Опачки! Опачки, опачки, опачки. Вот у него пиздатая карточка. Я не опытный фифер, поэтому не особо понимаю. Но, как я догадываюсь, это типа карточка чувака, который попал в команду недели. Это заебись. Ну, наконец, было что-то оригинальное, знаете ли, поинтереснее, чем обычные золотые, бронзовые и прочие днищенские карточки. Опять Месси. Теперь запятак. Смотрим, что в нем. Тук-тук, пак, такс-такс-такс. Что тут у нас? Паки-паки, наконец-то! Ха-ха-ха! Уэс Браун. Сколько ему миллиардов лет у меня, скажите, пожалуйста, по Пис-Сесе. И... и все. Так, ну, откроем теперь пак, на котором нарисован сам Антуан Гризман, лягушатник и любитель забивать моему любимому мадридскому реалу. Надеюсь, что... Но вдруг в этом паке будет именно он. Мне кажется, это будет охуенно. Но, конечно, вряд ли судьба так мне улыбнется. Скорее всего, она мне даст подстрачек и выдаст мне кого-кого мне выдаст? Кокке! Так, пришло время пака за 25 тысяч. В прошлый раз нам выпал в нем, блядь, чернокарточный чувак. Это не расизм ни разу. На этот раз, надеюсь, что у меня тоже интересное будет. Открываем, жмем. И на этот раз в паке смотрим всю заставочку пиздатою. Ну, блядь, ну и зачем мне эта огромная бесполезная шпала? Еще и в отцах щенцный. Нет. Ничего, в принципе, корона. Спасибо. Спасибо. Дробный. Блин, сколько вратарей. Дробный. Корона. Щенцный. Просто какая-то вратарская бригада меня сейчас атаковала. В общем, в этот раз нам ничего удачного не выпало. Продолжаем. На этот раз Тим Ховард улыбается нам своей бородой. Прям, блядь, внук Чак Норриса. Смотрим. Давай, принеси мне счастье. Что очередной вратарь? Я уже просто молю Бога о том, чтобы мне наконец-таки выпало что-нибудь пиздатое, чтобы я как настоящий модный фифер начал орать как ебанутый и минут 20 бегать по квартире, пинать вещи, звать соседей, показывать им там карточку какого-нибудь там Робена, Ройса, какого-нибудь там, блядь, Кросса, Роналду в конце концов. Но пока что, пока что судьба меня от этого уберегает. Смотрим в паке с Гризманом. В нем будет очередной набор говна. Итак, осталось три пака по 25 тысяч. Смотрим, что в предпоследнем паке за четверть сотни. И в нем, и в нем Тотти. Довольно-таки прикольная получается у меня шняга. Конечно, Тотти по скиллам уже вообще никакущий, но пара в центре полузащиты Тотти Роналдинию, это заебись. Но на этом, в принципе, все. Счастье-то и ограничивается. Ну что же, говнопаки продолжаются. По-прежнему никакого везения на моей стороне нет. Открываем Алабу. Вскрываем его, как вскрыли бы его лет через шестьдесят. Патолго-анатомы, да, это, блядь, черный юморочек. И в нем, сука, сука, Гарри Монг. Фамилия у него прикольная. Что такое? Что это такое? Бесплатный золотой набор. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь, но, блядь, на нем нарисован месси. Это прям меня аж возбуждает. Ну это мы потом, короче, посмотрим. Ну, ради интереса я даже открою этот халявный пак. Он, блин, вообще редкость такая. Но надеюсь, что такая довольная удача для меня обернется счастьем. Хорошей карточкой я в этом паке. В этом, сука, паке-то ж, твою мать, блядь. Титов. Ну хоть... Что это за, блядь, зашкольник такой достался мне? Верхняя часть тела. Я вижу, что верхняя часть тела. Башка. Ну и нахуй мне сдался верхняя часть тела. Спасибо. Ну хоть не член, я не знаю. Средняя часть тела, нижняя часть тела. Что это за... Блядь, мясницкая какая-то лавка, блядь. Часть тела мне выдают уже. Так, откроем пачек, на котором нарисован Эден Азарчик. Ну удача, где же ты есть, да твою же мать. В общем, по-прежнему ничего интересного нет. Но у нас еще много-много монет впереди. И надеюсь, что будут прекрасные и радостные моменты. С паками за 25 тысяч, давай вперед! В этом паке, в этом паке! Очередная куча бесполезного га-внища! Лысеющий дедушка. Лысый уже, к хуям, дедушка. Еврей, который чему-то очень удивлен. Я тоже, блядь, удивлен. Блядь, пак стоит 25 тысяч, а мне выпадаешь в нем ты, надхо. Давайте уже поскорее разделаемся с паками за 25 косарей. Открою-ка я еще один пачек. Пачек, пачек. Пачек, пачек. Хуину мне в бачок! Охуенно, сука! Сука, это, блядь, иньеста, нахуй! 89, вот этого заебись! Хурада, сгинись! Вот, не порти общую картину, блядь! Иньеста, нахуй! Инь, блядь, еста! Этот, блядь, щеченистый Каспер меня, наконец-таки, обрадовал. Я аж расстроился, что кончились паки по 25 тысяч, потому что, блядь, ну наконец-то! Мне выпал пиздатый футболист, аллилуйя! Хоть он из Барселоны, но мне вообще все равно, он мой теперь родной и не ест. Продолжаем мучить ей спорс. Открываем пак за 7500 с Лео Месси. Может быть, сейчас миф окажется правдой, и в этом паке... Азар! Мне выпал Азар! Заебца! Еще один пак за 7500. В паке за 7500. Мы наблюдаем, что... Я сейчас закрою глаза и открою их через 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять! Пошел ты нахуй, сука! Тем более, ты еще и дубликат. Нет, спасибо, спасибо, это было здорово. Какой-то чувак, видимо... Еще одна, блядь, верхняя часть тела. Ну что так? Что, что ты будешь делать-то? Какие модники. Это же, блядь, этот... Ебать мне в глаза, это же... Бушеми! Это точно он и... Чувак... Гаглиотти! Хуеглотти ты, блядь! В этом паке, в этом паке, блядь, Тарасов. Бузов мне выпал, спасибо, тем... У меня еще, тем более, уже есть. Ну, очень я рад, что мне выпала эта ебаная лягушка со страшным... Какой же он страшный. Хотя он все-таки симпатичнее, чем Бузова. Бузова вообще, блядь, уродливая, блядь, лань, Которая переебло полдома два. Короче, ничего интересного. Продолжаем. Еще один пак с Антуаном Гризманом. Ну давай, обрадуй меня хоть этим. Сбивать тарелу каждый дурак сможет. А выпадать хорошим паком? Блядь, Хейден Магиди, да вы что, блядь, угорайте надо мной. Зачем мне этот алкоголик? Ой, дохерище, нам еще паков открывать, Поэтому будем так работать в темпе. Темпе, 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 темпе. И сегодня в паке номер, я не знаю, какое там нужно, блядь, 20-й, 30-й. Пошел нахуй, ломело, блядь. Продолжаем, продолжаем открывать пакцы. Ну давай. Азар, улыбнись, что ты, блядь, такой... Ой, хотя, да, блядь, хуй тут улыбаться. Вообще ничего нет. Просто вот вообще одни дубли, блядь. В общем, я сейчас сходил в ближайшую церковь, Поставил свечку за себя и за пак с Тимом Ховардом, В котором сейчас выпадет мне, в нем выпадет кто, кто, да, да, блядь. Вы что, угораете, нахуй? Эванс, 65, цоп. Цопы в ЛС. Вдруг, если есть такой вопрос, я вам отвечаю сразу, Если вы... Ну, многие пишут, что Антон, мол, так и так, в чем дело, Лучше бы ты на трансферах тратил бы деньги на покупки бы реальные, А не на паки. Я вам скажу так, паками играть намного интереснее, Потому что в этом есть некий элемент удачи. Вот поэтому так вот я решил. Игуаин, вперед, погнал. Тан-тан-тан, тан-тан-тан, станцуем мы с тобой. Фарфан. Ну, скорость-то хорошая. Правый полузащитник. Ну, если бы я собирал немецкую Бундеслигу, он был бы пиздат, я так считаю. Ну, так он мне, в принципе, блядь, в хуй не уперся, Но, как говорится, запасу жопу не ебет. Вот он, смотрите-ка, пак с Лео Месси. Это, блядь, неспроста. Это не шутки. Это все серьезно. Мы, блядь, сейчас с вами узнаем все. Все, что к чему вообще. Блядь, нет. Окей, открываем пак за 7500, за 7500 мы в нем. Кого мы сейчас будем наблюдать в нем? Я не знаю, может быть, вы знаете? Сейчас узнаем. Хонда. В общем, я, блядь, в недоумении, блядь. Почему опять удача от меня отвернулась? Где? Где что-нибудь реально достойное? То, что меня заставит улыбнуться. Да твою ж дивизию. На очереди пака с Тимом Ховардом. Блядь, шагалет, эти лица уже приедаются. Ховард, Игуарин, блядь, Азар, Месси. И они, нахуй, по кругу друг друга пускают. Ну, блядь, в правильном смысле этого слова. Чичарита, спасибо. Еще один пак за 7500. И на этот раз в этом паке. Ну, не стесняйся, показывай, что тут у нас. Блядь, лучше бы не показывал бы очередное позорище. У нас ситуация бабла где-то на паков, наверное, на 30. В принципе, есть где, блядь, развернуться. И смотрим. Блядь. Пак с Месси. Месси. Оправдай свое имя, имя Великого. Не дай каким-нибудь, там, блядь, хурадам и прочим опозорить тебя. Вот он, блядь, самый веселый человек в мире. Знаете, вот я читал, что фотограф, который сделал с ним неначные снимки во время его фотосессии в Ленинград, в Эвертоне был уволен. Но, знаете, его ебало, блядь, по-прежнему такое же грустное, как на тех фотках. Возможно, он просто чем-то расстроен по жизни. Но я не знаю, скорость у него хорошая. Чем, блядь, на что жаловаться от гопников убежит? Спортсмен хороший. Пак с Гризманом. Смотрим, что в нем. Я уже утомился, да? Я понял, работа. Не то, чтобы, блядь, какие-нибудь там вагоны разгружать, там, блядь, быть президентом Каско. Ну, натуре, блядь, надо иметь терпение, чтобы тратить, нахуй, на паки по поллям монеты. И, в итоге, получать в ответ хулигана, блядь, рейда какого-то и Каско. В общем, ничего-ничего хорошего. Довольно-таки долго длится наш марафон, но голод меня уже мучает. И я надеюсь, что в этом паке меня выпадет что-нибудь такое, знаете ли, аппетитное, что немного голод мой прервет. И в этом подъебанные воробьи. Блядь, а вот, знаете ли, чё... Так вот, ну, для понта тройка вот эти вот паки запятак. И даже потом попробую серебряные. Потому что, как говорят, есть некие серебряные рарные паки, в которых есть нечто охуенное. Ну, само собой, это не тут, блядь. Потому что тут выпадает какое-то говно Семёнов 66. И, как я и обещал, серебряный пакет за 3750, премиум набор в нём. Ну, вдруг он так был лохор, почему бы нет? Да. Почему-то одни негры. В общем, серебро нихуя хорошего, само собой, нам не принесло. Поэтому мы продолжаем открывать золотые паки по 7500. И на этот раз в нём мы видим кого? Видим мы вот кого. Набор, блядь, очередного поноса. Просто лютого говна. Ну, хоть 2000 монет нам дали. Очередной пак с Лео Месси. Но, знаете, я уже потерял все надежды на то, что там будет что-нибудь реально достойное. Смотрим. Ну, как я и говорил. Осман, блядь, Касерос. И прочий, прочий, прочий. Бесполезный и никому не нужный шлак. В общем, знаете, я так уже... Надежда моя умирает с каждым, блядь, открытым паком на то, что будет что-то хорошее. Ну, да, я был прав, сука. 66, Якобсон. Ну, зачем ты мне нужен? Ты где там играешь? Я, честно говоря, не совсем знаю, что это, блядь, за эмблема, на которой нарисована буква В, на которую нанизан лифчик. Это странная команда, какие-то ебучие извращенцы. Продолжаем пытать судьбу злодейку. Она реально злодейка. Ибо только один и несколько нам сегодня выпал. Спасибо, блядь. Эй, ты заебал, если честно. Давай уже что-нибудь реально меня удивить. Чем-нибудь я сейчас засну, нахуй, потому что... Потому что это говно. Итак, я сейчас засну. Я сейчас сосну, блядь, потому что выпадает мне опять этот алкоголик ирландский. И мне выпадает, блядь, Нецет. Вообще, блядь, вся армейская шабла сегодня в видео мне выпала. Эберты. Спарточок. Вот он, блядь, братишка, мистер татуировка и баста. Где же твой друг Гуф, блядь? Где же он? Не вижу, к сожалению. Блядь, я думаю, что, как сказать, мое молчание как-то приманит хороших футболистов. Но в итоге мы приманили какого-то турецкого торгаша Азюкапа. Ну, чувак, мне шубы не нужны, спасибо. Ну, раз молчание, как говорится, золотом не оказалось, я буду дальше продолжать пиздить безумолку. И в этом паке, в этом паке за 7500, блядь. Да, 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 да. Спадди, Гарбан Авентура, спасибо. Ходжсон, очень здорово. Лео Месси, снова ты, снова я, снова мы здесь с тобой. И что же сейчас в тебе есть? Надрываем упаковочку этого пака. И под нею я краешком глаза вижу надое. Блядь, ну, как так вышло? Ты же негр, у тебя должна быть охуенная скорость. Но нет же, ты как ебучая черепаха по полю передвигаешься. Спасибо, не надо. Итак, остается 135 тысячонок. Снова Лео Месси, второй раз подряд. Но я думаю, что это не зря должно быть. Не зря. Да, куда там, куда там. Окейшки, я не теряю надежды. Я надеюсь, что все-таки сейчас, вот вдруг сейчас, почему бы нет, выпадет мне что-то пиздатое. И я верю в то, что сейчас мне выпадет. Да что ж ты будешь делать-то, блядь. Как бы и ей не пыталась бы мою надежду утопить, я до последнего буду сражаться и верить в то, что сейчас мне в этом сучьем паке выпадет. Хороший футболист, ну где же ты? Насли, блядь, Теранова, Шар, Кучук, блядь. Ну мне скоро выпадет вообще весь набор говна этой фифы, но ничего хорошего. Пока что мне не светит, ну Шар, ну и с чем ты крут? Ничем. Иди, не знаю, сырок поедай в своей Швейцарии. Ну а коли пошла тема сырков, то я рекомендую ей спортс. С такими, блядь, ебучими паками, нахуй, навернуть подзалупного творожка, подзалупного сырка. Так что, сука, сейчас не будет ничего хорошего. Я вам, блядь, найду вас всех и ебаленьки вам разобью. Вы вообще поняли, с кем вы, блядь, связались кони ебучие? Хуй мне выпал. Мне выпал хуй, реально. Ну, я так считаю, хуй. И Арнольд. Хуй и Арнольд, дупый Андрей. Деньги на исходе, я уже чувствую голод. Он подошел, потому что и дни денег скоро не будет, ни футболистов, и ничего. И... И... Батч Штубер. Батч Штубер. Ну, Кершик. Попал, попал он мне в какой-то ведь в пак. Очередная мадама. Просто... Есть мне будет чем заняться перед сном. Вы понимаете, о чем я говорю. Эдвансон. О, как ты меня возбуждаешь, дорогая. Вперед, Алаба. Вперед, открывайся. Я вскрываю тебя и наблюдаю в тебе. Что ж ты будешь делать, бркич? Спасибо за бркича. Ну что ж, бабла осталась где-то, наверное, паков на 12. Даже не знаю, что уже по этому поводу говорить, дорогие мои друзьяшки. А что культурить говорить-то? Потому что... Нихуя, хорошее мнение упадает. Одно говно ебучее, блять. Сыка, я вас всех вас... Коней ебаных в рот ебал, блять. И форма какая-то парашная, как из ебучего секонд-хенда Бикашир. Эденазар. Принеси мне счастье своей щечиной. Ага, хуя. Думбия! Ебушки-воробушки. Ну, в общем, мне многие утверждали, что это чуть ли не самый лучший нападающий в FIFA. Ну да, скорость у него охуенная. В принципе, дриблинг и удар тоже в порядке. Сейчас давайте-ка посмотрим, сколько он стоит на трансферном рынке. Так вот, чисто для интереса. Все-таки реально ли он что-то ценен? Бля! Охуенно! Думбия, заебись! В них... Что мы сейчас... Блять, очередной ебучий говностан. Все ближе и ближе мы к финишу. И финише мы видим кого. Спасибо! Нахуй! Уже чувствую запах финиша этого видео. Прям финишная ленточка. Прям уже мерцает в глазах моих. Ага, спасибо. Очередное... Сборище. Все, уже не за горами. Концовочка. Чуваки, крепитесь. Там, допивайте свои чаи. Хотя в честь чего-то все допивать. Вандерсон. Шенедрель, блядь. Лео Месси, давай, пожалуйста, родненький. Давай, осталось уже совсем. Мы на финише уже. Осталось там три гроша у нас в копилочке. Один из последних... Один уже из последних паков, в котором мы увидим кого. Надеюсь, кого-нибудь приятного, какого-нибудь миловидного. Чьи-нибудь такое, знаете ли, португальское лицо хотелось бы увидеть. Но в итоге всего лишь пьянич. Вперед, мои родные. Давайте-ка, залетные пакцы должны сейчас зайти. Вот последние паки, их осталось около четырех. Нет. 36 скоростью до Мечелеса. Я не знаю, он что по полю бегает, блядь, с двумя гирями в руках. Или как так это объяснить, такую низкую скорость. Ну что ж, смелее в бой. Не боимся, открываем пак. Я, знаете ли, не расстраиваюсь уже, потому что я готов ко всякому говну. 7500, вперед, родной. Залетай. Открывай. Покупай. Вылетай. Из этого пака вылетает нам кто-кто-кто-кто-кто-кто. Ди, Наталья. При всем моем уважении. Все, два финишных пака, открываем их побыстренько. Вот так вот. Я даже уверен, что в них сейчас ничего хорошего не будет. Вот, блядь, вот зуб даю. Так оно и есть. Все. Пожалуй, это последний пак за 7500, в котором нам выпадает, нам, ну, мне выпадает вам, в принципе-то, похуй. Маскерану. Ну, не скажу, что это прям заебись, но более-менее. В общем, такие вот нам выпали паки. Сейчас я даже узнаю, сколько стоит Маскерана нынче. Почем килограмм Маскерана. А, дешевка. Дешевочка. Ничего серьезного. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Такой вот был опокопинг, довольно-таки длинный. Отчасти даже удачный. Словно из мультика про Джеки Чана героя сошел. Потому что какой-то он слишком уже несуразный, непропорциональный и вообще не очень. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Не болейте всяческих вам благ. До свидания, дорогие друзья. Продолжение следует...